Слышали о пенсионной реформе и в парламенте, и охотно комментировали. А вот законопроекты, которые сами же внесли в повестку дня, рассматривать не хотели. Все подробности в моем материале. Сегодняшняя повестка дня депутатов на одну страницу в перечне. Только вопросы ратификации и пара законов. Не законотворчество, а реакция на происходящее вне парламентских стен. И первым делом нардепы охотно комментируют без виз, нарезая при этом новые задачи стране. Нам пришлось ждать 12 лет этого события. И это действительно историческая события. Это очень долго. Никакая Европейская Союз так долго не ждала после того, как односторонно отмазалась от виз. Что сейчас? Как показывает практика Грузии, отмазки в массовом въезде и перешкод нет. Поэтому я не думаю, что будут проблемы. Но, безусловно, это должны быть туристические подорожки. Европейская интеграция зависит не только от влады. Она зависит и от граждан Украины, которые хотят стать европейцами. Сейчас первый шаг. Граждане Украины могут поехать, посмотреть, как живет Европа. И про то, как европейцы берут на себя ответственность за свое жизнь. Далее, это признание нужно каждого дня доводить тяжкою боротьбой на рынках света. Экономичных, политических и социальных. Чем? Створением качественных условий проживания людей в стране. Тут, в стране, качественная медичная реформа, качественная пенсионная реформа, качественная экономическая реформа, в том числе земельная. Кроме безвиза, в Куларах все говорят о реформах. И пока в Кабмине законопроекты презентуют, в Раде ждут, когда хоть что-то покажут депутатам. Те, что касается пенсионной реформы, мы только слышим, что есть какой-то неизвестный законопроект, который уже третий месяц едет на валах в парламент и никак не доедет из уряда через улицу. Поэтому это самое лучшее. Можно выполнять порядок, где не будь-якими другорядными вопросами, но это не будет означать, что парламент работает полностью. Это важные вопросы, как пенсионная реформа, земельная реформа. Это вопросы, которые касаются не парламенту, но тех людей, которые сидят в зале. Это вопросы, которые касаются людей, которые работают или работают на пенсии. Это 15 миллионов людей в стране, которые должны знать, что их ждет. И если будет колуарно такое между собой договорня, то это шлях никуда. Ну а в зале депутаты вяло голосуют. По несколько раз из нескольких попыток с трудом ратифицировали договор с Хорватией и соглашение с Чехией. И перешли к единственно важному сегодня документу – законопроекту о бесплатном питании для детей-переселенцев. В зале появились даже два альтернативных документа. Мы разработали и предлагаем на ваш взгляд проект закону, каким предпочено посиление социального защиту детей школьного и дошкольного века числа вимушенных переселенцев. А именно это обеспечение их безкоштовым харчуванием. В итоге в первом чтении утвердили альтернативную версию закона. И если документ пройдет во втором чтении, то почти 200 тысяч детей, дошкольников и студентов-переселенцев будут питаться бесплатно. Из госказны на это потратят 323 миллиона гривен, из расчета 10 гривен на ребенка в день. На этом позитивном голосовании голосования закончились. С трудом собрав в зале сотню депутатов, в Раде хотели назначить парламентские слушания. Час пытались и все тщетно. В итоге заседание закрыли. Досрочно.